Добрый вечер, Гомель! Я хочу представить, сегодня у меня в гостях психолог Людмила Тутынина, которая сварила, заварила какой-то свой безумный чай, и мне очень хочется его попробовать и узнать, что это за рецепт. Наташа, хорошо сидим, я хочу тебе сказать. Во-первых, мы сидим как-то очень вкусно, Люда, расскажи, это какой-то бы сбор такой необыкновенный. Да, общий укрепляющий чай. Почему? Если бы я сейчас заварила нам бы с тобой сонный чай, то поверь, что минут через 10 мы бы с тобой просто бы спали бы. Но есть очень хороший рецепт, называется «Пять трав». Может быть, есть возможность уже показать, где в определенных пропорциях берется энное количество трав. Это мелиса, это лаванда, это чабрец, это душица, это мята. Это чай, который позволит человеку уснуть, спать хорошим, здоровым сном. Спасибо. Обязательно надо попробовать сделать такой чай дома, и прямо сегодня вечером. Кстати, вот сегодня Всемирный день сна, как я сказала, этот праздник, дорогие друзья, появился 10 лет назад, и вот появился не зря, а для того, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые связаны вот именно с нарушением сна. А, Людмила, тебе вообще знакомо это состояние бессонницы, тревожности, когда ты не можешь заснуть? Ну, мне кажется, он знаком в любом человеку. Наташ, ну, скажем так, я умею контролировать этот процесс, да, и бессонница, я не страдаю. Но я знаю массу людей, которые имеют эти проблемы. И это на сегодняшний день действительно проблемы. Я вот хочу обратиться к нашим зрителям, просто что сегодня, дорогие друзья, в течение часа у вас есть возможность позвонить в студию, написать в Вайбере, кстати, наш телефон 34 22 43, и задать любой вопрос, который вас интересует, если вы, например, плохо спите. Вот Людмила, она поможет вам сегодня, так что воспользуйтесь, пожалуйста, случаем. Но я бы хотела узнать все-таки и задать личный вопрос. Людмила, вот тебе лично кто или, может быть, что мешает спать, и как ты с этим борешься? Наташа, если я перевозбуждена на ночь, да, например, посмотрела какой-то фильм или получила какую-то такую очень сильную информацию, которая меня там до глубины заставляет души, да, там потрясла, я сама себе испортила ночь, что называется, а другие люди, от других можно как-то отделиться, а как от самой себя отделиться, вот вопрос. То есть тебя мучают какие-то мысли, да, чаще всего это является причиной? Я думаю, ага, завтра у меня эфир, я пойду к Наташе Маслова, и, конечно же, мои мысли заставляют меня взбодриться и думать, ага, как я должна быть одета, ну, о чем рассказать и так далее. Ну, я надеюсь, что сегодняшний эфир, он наоборот, сделает как бы другой результат, и после вот всяких... После наших чьев. Да, и наших советов ты сегодня будешь спать крепким сном. Дорогие друзья, вот что вам мешает, или кто вам мешает крепко спать, и как вы с этим боретесь, мы ждем ваши рецепты здорового сна по телефону 34 22 43, звоните в студию, пишите в Вайбер. Тема нашей сегодняшней программы «Здоровый сон». АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, ученые утверждают, что современный человек стал спать меньше людей на 20%. По статистике, наиболее часто жалуются на плохой сон программисты, юристы, педагоги и люди творческих профессий. Ну, вот мне кажется, самое время узнать, как борются с бессонницей музыканты. Люта, вот скажи, как ты относишься к джазу? Наташа, ты знаешь, для меня джаз — это такой элитный вид искусства, и я на вы, я на вы, скажем так. Ты знаешь, я хотела сделать подарок для наших зрителей и для тебя, и поэтому сегодня в нашу студию, на наш добрый вечер, я пригласила удивительных музыкантов. Дорогие друзья, встречайте джазовое трио! Настяка Фондарев, Юлия Криткина и Юрий Одинцов сегодня у нас в гостях. Ребят, ну, так бурно, в нашей студии редко кого встречают. Добрый вечер, очень-очень рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришли на добрый вечер. Кстати, у нас вкусный чай, поэтому угощайтесь, Юль, пожалуйста. Из-за меня тоже. Ребят, у нас, вы знаете, у меня такая актуальная тема — сон. Мне почему-то кажется, что для вас это очень-очень актуально, потому что вы люди творческие. Ростислав, во сколько обычно ложитесь спать? Откройте секрет. Как повезет. То есть, я права, да, бессонница, она свойственна вам? Нет. Нет, вы не строгаете бессонница? И проблем со сном не бывает никаких? Ну, наверное, как у всех иногда бывает. Обычно нет. А вообще, Люда, вот скажи, пожалуйста, влияет ли время, в которое человек ложится спать, на качество сна, если можно так выразиться? Вот если человек не лег в 10 часов спать, ну, да, максимум до полодиннадцатого, то обычно он имеет проблемы со сном. Да, то есть он долго крутится, вертится. Ростислав, лукавить не бывает. Я думаю, что у вас есть какой-то особый секрет, которым вы сегодня поделитесь, да, с нашими зрителями. Юля, а что вообще вот из перечисленного сейчас, ну, вот вы сейчас услышите, знакомо вам, что чаще всего вам мешает заснуть? У нас просто есть сообщение в Вайбере. Вот наши зрители считают, что им мешает спать шум проходящих мимо машин, это Виктория, да, например, не знает, как с этим бороться. Кстати, если у вас есть совет, помогите нашему, нашей телезрительнице. Будильник рано слишком звонит, это Николаю нашему мешает, да. У Анны проблем, у Анны проблем, вы знаете, нет с сном, потому что она соблюдает режим. Ну, а вот Лидия, она купила себе беруши, у нее круглосуточный магазин под домом. Ну, вот даже не знаем, Лидия, как вам помочь, но может быть беруши действительно. А Григорию мешает компьютер. Вот из этого всего перечисленного что-нибудь есть, что мешает спать вам, Юля? Компьютер. Я уже по себе знаю, что если вечером хорошо посидеть в компьютере, посмотреть фильм, да, или там музыку послушать, концерт, например, все, потом полночи, можно спокойно лежать в постели и дальше слушать этот концерт у себя в голове. Вы знаете, Юрий Иванович, я буду деликатна к вам в вопросах и задам его несколько иначе. Сколько часов в день вам надо, чтобы чувствовать себя выспавшимся и счастливым человеком? И удается ли вам соблюдать вообще режим? Часов пять. Ну да. Люда, это немало для человека вот такой профессии творческой. Вот с годами, с годами, да, потребность в сне, она как-то уменьшается. И человек умеет как-то отключиться быстрее, да, он умеет управлять своим телом, то есть он более дисциплинирован. Поэтому пять часов, ну если бы вы хотели спать больше, наверняка бы спали бы, правда? Ну конечно, с утра до ночи. Тело само отрегулировало. А вы знаете, я вот предлагаю сегодня в прямом эфире вывести формулу. Формулу, дорогие друзья, здорового сна от нашей программы, от доброго вечера. И вот на этой доске сегодня записывать рецепты всех наших гостей. Итак, вот рецепт здорового сна от наших музыкантов. Ростислав, что это за рецепт, как крепко спать, что помогает крепко заснуть, хорошо? Пишите, если есть такой рецепт. Скажите нам, что это. Я как в школе. А, ну давайте поаплодируем, поддержим Ростислава, а то он волнуется. Ну я пойду посмотрю. Слово и как пойдет дальше, можно писать или как? Да, конечно, мы уже видим, что это джаз. Или многоточиво. Отлично, можно и так. Итак, вы считаете, что хорошо заснуть и один из секретов здорового сна? Ну послушать, да. Это джаз. Я думаю, знаете, музыка, джаз, это самое время пришло им насладиться, чтобы понять правле Ростислава. Вдруг, только смотрите, так играет сейчас, чтобы не усыпили зрительскую нашу аудиторию. Ночной магазин у кого-то там был рядом. Да, вот. Пусть она радуется, наоборот, что можно всегда. Да, 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 точно. Ребят, что сейчас исполним для зрителей? Первая композиция называется «At last». Да, давайте встречаем. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Дорогие друзья, сегодня на «Беларусь-4» звучит джаз. В исполнении джазового трио Гомельского колледжа искусств имени Соколовского. Еще раз напоминаю, у нас в гостях пианист Ростислав Бондарев, аплодисменты. Саксофонист Юрий Одинцов и вокалистка-исполнительница Юрия Скривкина. Ребят, вы знаете, в нашей студии я слышала разную музыку, это моя работа. Но сегодня, мне кажется, что вас слышали, слушали даже наши фонари, я бы сказала так, софиты. Потому что действительно, вот то, что было сейчас, я надеюсь, это продолжится и дальше. Поэтому спасибо вам большое. А вообще вы часто выступаете вот в таком составе? Нам никогда не уходите отсюда? Не уходите, оставайтесь, да. Часто выступаете вот так? Ну вот, начинаем. Начинаете? То есть это только-только? Так это подождите, это дебют, рождается новая группа, давайте поддержим. Ну, я на самом деле так понимаю, что вас объединяет не только работа вот в колледже искусственную, но и, наверное, прежде всего джаз, да? Да. Ну, прежде чем продолжить наш разговор, предлагаю не нарушать добрую традицию нашей программы и объявить конкурс для наших зрителей, чтобы, знаете, узнать вообще, насколько, ну, скажем, историю белорусского джаза знают наши телезрители. Ну вот, какой вопрос, и кто может задать, тем более, что на кону очень интересный приз сегодня? Юля. Можно я? Да, Юля, да. Кто является основоположником белорусского джаза? Итак, дорогие друзья, отлично. Итак, дорогие друзья, кто является основоположником белорусского джаза? Вариант ответа мы ждем по телефону 34 22 43. Дело в том, что сегодня мы разыгрываем несколько билетов на уникальное мероприятие, которое уже совсем скоро, 23 марта, состоится в нашем городе Гомель. Это такой масштабный конкурс, фестиваль эстрадных и джазовых исполнителей Music Fest. Все верно я говорю? Да. Вот, и сегодня мы разыграем два пригласительных билета на один из концертов этого фестиваля 34 22 43. Достаточно просто ответить на вопрос, кого называют основоположником, отцом белорусского джаза. Звоните, ждем. А пока, а пока мы не подсказываем, не надо подсказывать. Это же интересно, вот действительно, насколько люди знакомы с джазом, по крайней мере, да, наши зрители. С собой просто, да. Ростислав, а вот, кстати, об этом важном событии в музыкальной жизни города. Я вот про фестиваль этот, Music Fest. Когда, что, для кого, расскажите подробнее нам. Ну, это будет третий по счету фестиваль. 23. Он проходит раз в год, да, по-моему? Раз в год. Ну, раз в неделю не получается, раз в год, поэтому... Очень хочется раз в неделю. Да. Мне кажется, это вот достойно аплодисментов, да, чувство юмора музыкантов. Интересно послушать просто в живую музыку, в живых исполнителей, потому что ребят очень много способных, талантливых, действительно. И каждый год все время новые-новые какие-то листы. Интересно. 23-го мы начинаем, получается, первый конкурсный день. Так. В 10 часов. Уже есть 28, подали заявки. То есть заявки мы принимаем до 21-го числа включительно, так что если кто-то не успел... То есть время еще есть, да? Да. Я сейчас сразу обговорю какие-то условия. В принципе, есть два требования простые. Одно из произведений должно быть джазовый стандарт. Но пусть не пугаются люди, джазовый стандарт, как вам объяснить, это общепринятые мировые хиты, которые были в 20-е годы, когда были мюзиклы. То есть это все люди перепеваются, да. Даже можно уже и Битлс по идее отнести к ту же стандарту. То есть любой джазовый стандарт должен быть исполнен и участвовать в этом колоксе? Любая популярная музыка, которая имеет какое-то отношение к джазу, в принципе, проверенное временем, да. В любом исполнении, хоть это может быть, я не знаю, цимбалы, я не знаю, скрипка, да. То есть любая трактовка, но только вживую, чтобы это исполнялось. А второе произведение на свое усмотрение. Как кого, куда понесет. Скажите, сколько дней будет проходить фестиваль? Три. Три дня. А будут ли какие-то мастер-классы джазовых исполнителей, может быть, выступления знаменитостей на третьем фестивале? Да, будут, значит, мастер-классы будут в субботу проходить, то есть сам фестиваль, будут группы выступать, мастер-классы будут по саксофону, по барабанам будут. И потом мы сыграем вместе с замечательными музыкантами из Минска, довольно известными музыкантами джазовыми, Владимиром Беловым и Юрием Литун, Евгением Литун. Мы сыграем концерт небольшой, просто. А мы это вот в таком же составе будете? Нет. Они предложили ребятам из Минска сделать такое, как раз мы это все вместе приурочили к фестивалю, они будут журить, то есть они специалисты хорошие, и под это мы хотим вместе поиграть, вместе попробовать. Итак, 23 марта. Да. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, попрошу показать этот пригласительный билет, который мы с ней разыгрываем на один из концертов этого джазового фестиваля, который пройдет в Гомеле 23 февраля. И еще раз напомнить вопрос, мы ждем ваших ответов на вопрос, кто является основоположником белорусского джаза, назовите нам это имя, и вы получите пригласительный. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы с нами, и мы здесь уже. Говорите. Кто-то испугался. Всего лишь надо ответить на вопрос. Для начала поздороваться. Добрый вечер. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Ну, я думаю, сейчас редактор попробует наладить вот нашу взаимосвязь с телезрителем, который явно с нами, но почему-то да, мы друг друга не слышим. Дорогие друзья, вот для тех, кто только вот включил телевизор 34 22 43, звоните, отвечайте на вопрос, кто является основоположником белорусского джаза, и получите хороший такой билет на такой удивительный фестиваль, который пройдет в Гомеле джазовый фестиваль 23 марта. Итак, я вот хочу обратиться к Юрию Ивановичу. Юрий Иванович, вот вам не кажется, что сегодня в Гомеле очень много джаза стало? Проводятся фестивали. Молодежь выбирает эту музыку, вам не кажется? Много не бывает. Много не бывает? А вообще, по-вашему, что отличает джазового музыканта молодого поколения от музыканта, скажем так, старой школы? Есть вообще какой-то отлич? Ну, им все, как говорится, все на блюдечке с голубой каемочкой, только занимайся. В наше время за это могли отправить куда-нибудь. Ну, вам было тогда интереснее, да. Вам, мне кажется, было поинтереснее заниматься джазом. Ну, не то, что интереснее. А, в принципе, людей, увлеченных этой музыкой, всегда хватало. И как-то объединялись в коллективы, в оркестры. Ну, в любом случае, сегодня их действительно много фестивалей проводят. Нет, ну, у нас даже учат этому, понимаете. Чему именно учат? Вы имеете в виду, чему учат? Ну, как, по джазовой музыке. А, то есть сегодня это есть определенный предмет, вас должно это просто радовать. Нет, ну, тут еще много предметов, но надо главное, чтобы был хороший результат и того. У нас есть телефонный звонок, может быть, это наш потерявшийся телезритель. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Так, идет соединение. Идет соединение, вы с нами, мы соединены с вами. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Ну, опять сигнал идет, а я не знаю, слышите вы меня или не слышите? Да, мы вас слышим, мы вас слышим. Белорусский джаз. Это считается основоположником, по праву считается Эдзи Рознер. Ну, не знаю, слышите ли вы нас. В общем-то, он является заслуженным артистом белорусского джаза. И мне очень нравится наша джазовая группа, это под управлением Гулая. Так, спасибо. Спасибо большое за этот телефонный звонок. Но, к сожалению, зритель, по-моему, не слышит нас. Мы правильно ответили? Да. Все, вы получаете первый билет, мы его разыграли. Спасибо вам большое, аплодисменты. Итак, это, дорогие друзья, это Эдзи Рознер. Ну, добавите что-нибудь еще к ответу. Всемирно известный джазмен. Композитор, аранжировщик, насколько я знаю. Скрипач. Скрипач. Кстати, он работал в нашей Гомельской областной филармонии, 1972-1973 год. И это было, если не ошибаюсь, последним местом работы Рознера в СССР. То есть это такая информация, которую, может быть, ну, просто не все знают. Так, дорогие друзья, наш конкурс продолжается. Немного внимания. И мы разыграем еще один билет. Я просто напоминаю, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель» и тема нашей программы «Здоровый сон», ко всему прочему. Наш телефон 34-22-43. Звоните в студию, рассказывайте свои рецепты здорового сна. Напоминаю, сегодня у нас в гостях психолог Людмила Тутынина. Она так сегодня в чае, да, и в джазе, я бы сказала, да. А также у нас сегодня джазовые музыканты. В общем, мы делаем сегодня все, дорогие друзья, для того, чтобы вы хорошо этой ночью спали. Кстати, Людмила, тебе вот не кажется, что у джаза есть огромное преимущество перед другими музыкальными жанрами? Вот посмотри, в композициях мало слов, скажем так, не во всех они вообще в принципе есть. Это не отвлекает и, может быть, даже позволяет быстро заснуть. Как ты считаешь? Но еще самое главное, Наташа, если песня на английском языке, человек среднестатистически не реагирует на слова. Так. И поэтому он не включается эмоционально, то есть именно на слова, то есть какая идет информация. Ну и что-то там поется и поется, он реагирует больше на саму музыку. А как вообще музыка влияет на мозг человека, в принципе? Разная музыка по-разному. Ну, например, если человек депрессивный, если взять барабан, то барабан может его взбодрить. Почему, например, депрессивный человек, он теряет как бы вот этот жизненный ритм. И если, например, изо дня в день человеку дать возможность играть на барабане или помогать ему ритмом, Ритмом. Ну да, что-то типа этого. АПЛОДИСМЕНТЫ Или, например, людям романтичным, желающим движения, да, вальс слушать. Это настолько, ну, вдохновляет, развивает. Лида, да вы на одной волне. Супер. Спасибо, Ростислав, мне кажется, это достойно аплодисментов. Дорогие друзья, вот видите, вот кто-то слушает музыку по вечерам, а кто-то выбирает вечерние прогулки или книги. Я говорю о наших зрителях. Есть несколько интересных сообщений в Вайбере о том, как наши телезрители борются, скажем так, с бессонницей. Вот Игорю помогают вечерние прогулки, 7 километров каждый день. Мне кажется, да, достойно, да, аплодисментов. Вот Лида читает на ночь обязательно роман. Ну, роман, значит, любовный, я так понимаю. Лида, я с вами, и вот аплодируем тоже для вас. Катерина, она выбирает натуральную пижаму и травяной чай. А вот Людмила пьет на ночь ореховое молоко. Но больше всего меня удивил Николай. Он спит головой только на север. Николаю аплодисменты. А, Леонид написал, что он работает по ночам и выспаться мечтает уже несколько лет, но не получается. Вот, кстати, чем опасна, Людмила, чем опасна нехватка сна и можно ли на этом экономить? Ну, Наташа, сейчас очень много болезней, так называемых болезней цивилизации, да. И они связаны с чем? Вот с этим ненормированным рабочим днем, да, с невозможностью улечься спать вовремя, невозможностью выспаться. Ну, в частности, хроническая усталость, депрессивное состояние, всевозможные расстройства, да. Вот если бы мы пригласили медика, то любой врач бы назвал бы огромное количество психосоматических заболеваний. И основой этих заболеваний был бы стресс, постоянно человек пребывает в постоянном стрессе. А почему он пребывает в постоянном стрессе? Да, потому что он не высыпается. Вот смотрите, если человек заболевает, мы говорим, надо ему поспать, да, или человеку ста, мы говорим, ему надо поспать. То есть это чисто природное явление, да, когда человек должен спать. А мы хулиганим, нет сна. Люд, ну вот я готова записать от тебя формулу для здорового сна. Скажи, пожалуйста, что это будет? Наташа, пиши первое. Голова без мыслей. Так и писать. Так и пиши. Голова без мыслей. Сегодня июля об этом. Поддержите нас. Кстати, я знаю, о чем говорю, я аргументирую. Так. Второй момент. Тело без напряжения. Сила? Тело. Тело без напряжения. Тело без напряжения. Или без зажимов, можно сказать. И третье. Эмоции на замке. Вот то, о чем говорила Юля сегодня. Что стоит только на ночь что-то посмотреть, так полночи прибывает. Или компьютер, да, компьютер, да, наши вот эти игры на замке. Эмоции на замке. Ну вот то, что... Мне кажется, уже что-то вырисовывается. Смотрите, для того, чтобы сон был здоровый, да, наша программа уже вычислила. Нужен джаз. Нужна голова без мыслей. То есть пустая, я так понимаю, да. Тело без напряжения. Угу. И эмоции на замке. Угу. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Давай. Добрый вечер. Как вас зовут? Мы вас слушаем. А что-то не слышно стало. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. У нас сегодня что-то со связью удивительное. У нас все хорошо со связью. Это просто зритель, да. Зритель. На ту кнопку. Я думаю, вы слышите. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Мне подсказывают, что был очень интересный вопрос для Юрия Ивановича. По-моему. Ну, мы ждем этот вопрос. Да, ну вот что-то там не получилось. Очень жаль. Ну что ж, я хочу просто напомнить, что у нас разыгрывается еще один пригласительный билет на фестиваль, джазовый фестиваль, на один из концертов джазового фестиваля, который состоится 23 марта. И есть еще один вопрос, Юлия, я знаю, у вас для наших зрителей. Да, у нас сегодня это красная линия. В продолжение прошлого вопроса я задам такой вопрос. На каком инструменте Эди Рознер играл в консерватории? То есть в младенчестве, скажем так. В молодом возрасте. Итак, дорогие друзья, на каком музыкальном инструменте? Мы знаем, что он играл на трубе всегда, да? Да, да. Вот, но на каком музыкальном инструменте? Это не труба, Эди Рознер играл в консерватории. Очень интересны ваши варианты ответа. Звоните, пожалуйста, 34 22 43. Ну и также звоните, пишите, рассказывайте свои рецепты здорового сна. Дорогие друзья, сразу после рекламы советы крепкого сна от первой красавицы Гомеля. Дорогие друзья, сегодня всемирный день сна и девиз нашего доброго вечера – джаз и чашечка чая. Дорогие друзья, вы знаете, мы делаем сегодня все для того, чтобы этой ночью вы спали крепко. И вот прямо сейчас я хочу пригласить в студию «Миссис Гомель 2017» Анастасию Зятикову, которая утверждает, что именно чай помогает ей поддерживать себя в форме и не страдать бессонницей. Добрый вечер, Анастасия, мы очень рады видеть вас в нашей студии. Дело в том, что я помню, последний раз мы встречались на нашей программе перед Новым годом, и вы нарезали нам удивительный волшебный салат с горошком. Да, абсолютно верно. А сегодня я буду готовить чай. Ну, как говорит мой папа, кстати, у которого сегодня день рождения. Так, подождите, день рождения у папы, требует аплодисментов. Папа, мы поздравляем. Любимый наш папа. Душевного равновесия и долгих лет жизни тебе. Ну вот, все, все поздравили. Говорит мой папа, выпей чайку и забудешь тоску. Вот именно этим мы сейчас и займемся. Прекрасное поздравление. Кстати, вы знаете, я так понимаю, у вас особое отношение с чаем. Сколько вы такого напитка, чашечек, употребляете в течение дня? В течение дня я пью чай без сахара 4-5 кружек. Без сахара? Не крепкий. То есть ни молока, ничего не добавляете туда? Нет? Абсолютно нет. Хорошо, вот мне интересно другое. Вот, Анастасия, я знаю, что вы молодая мама и очень такая успешная женщина. Скажите, а сколько времени у вас остается вообще на сон? Конкретно для меня нужно 8 часов для того, чтобы выспаться и чувствовать себя бодрой и готовой встречать новый день. Вот, но для того, чтобы хорошо уснуть, я не кушаю на ночь. А последний прием пищи у меня за 3 часа. Ну, а вообще, да, вот существует такая версия в народе о бессоннице. Говорят, что считается, что бессонницей чаще страдают женщины и люди, которые едят на ночь. Или вы позволяете себе поздний ужин? Конечно. Скажите, вот, Анастасия, какой же ваш секрет хорошего сна? Итак, отсутствие позднего ужина. Естественно, как говорила Людмила, никаких лишних эмоций в плане фильмов эмоциональных. И долго сидеть в телефоне тоже не стоит. Так. Уложили всех, помыли, положили детей спать, сами приготовились и попили на ночь чай. Чай. А кроме чая, что еще? Я смотрю, какие-то вы принесли нам пакетики. Да, это наши ароматы, которые тоже способствуют улучшению сна. Это наши ароматы герань, лаванда, ромашка и мята. То есть вот в этих пакетиках, да? Да, их можно положить у изголовья кроватки или рядом с собой и наслаждаться запахом. Очень вкусно пахнет. Это, по-моему, лаванда. Да. Так, такие саше ароматизированные. То есть, если я правильно понимаю на статье, то ваши рецепты здорового сна – это травяной чай, который мы будем сейчас заваривать, не спешите, подождите, мы ждем рецепта, да, и ароматы. Все верно? Абсолютно правильно. Итак, чай и ароматы. Плюс аромат. Ну, да, вы же не случайно пришли к нам сегодня в гости. Какой чай, на ваш взгляд, ну вот, и вам помогает как бы крепко заснуть и потом хорошо проснуться? Основной компонент моего чая – это мята. Я добавляю иногда ромашку, но ромашка имеет большое количество противопоказаний, и если они у вас есть, то лучше ромашку не добавлять. И после того, как наша мята заварится, мы добавим немножко меда. Ромашка, мята, мед. Мед. Отлично. И хорошее настроение. И хорошее настроение. Вы пока можете заваривать чай, а у нас есть, по-моему, по-моему, мне подсказать правильный ответ, но мы сейчас послушаем ответ на вопрос. Итак, на каком музыкальном инструменте в консерватории играл Эдди Рознер? Дорогие друзья, пожалуйста, 342243, если у вас есть свои варианты ответа, ну а мы слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, алло, алло. Да, слушаем вас внимательно. Вкусно? Да, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Максим. Так. И Эдди Рознер играл на скрипке. Совершенно верно. Правильно? Максим, спасибо вам большое. Максим, а можно задать вам вопрос? Вы нас слышите сейчас? Да, 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 слышу. Мы сегодня говорим про сон. Может быть, у вас есть какой-то интересный секрет здорового сна? Вот что вам помогает крепко заснуть и потом бодренько проснуться? Ну, сплю я хорошо, но я считаю, что нужно заварить чай, послушать хорошую музыку. Ну, и пойти спать. Ну, в принципе, да. В принципе, скоро, уже совсем скоро после нашей программы вы можете это сделать. Спасибо вам большое за звонок. Вы получаете второй пригласительный билет на джазовый фестиваль, который состоит на один из концертов джазового фестиваля, который состоится 23 марта в Гомеле. Поэтому оставьте свои координаты нашему редактору. Хотелось бы услышать ваши, ну, вот, крики «Ура!». Вы здесь с нами, Максим? Ну, тогда мы... Спасибо огромное. Ну, вот, поддержим. Ну, что ж, дорогие друзья, мне кажется, вот, у нас чай сегодня получится особенным, потому что его заваривает и своими руками прям вот так вот. Посмотрите, какой солнечный цвет он. Очень красивый цвет, да. Мы еще не добавляем мед, мы ждем, чтобы наша водичка остыла. Очень хорошо. Чтобы полезные компоненты не потерялись. Заваривает, еще раз повторю, его сегодня первая красавица Гомеля, да еще под звуки джаза в исполнении, дорогие друзья, Ростислава Бондарева. Мне вот интересно, что сейчас услышат наши зрители. Следующая композиция называется «Don't get around much anymore». Это, кстати, джазовый стандарт. Джазовый стандарт, который, в принципе, может быть на этом фестивале тоже. Итак, слушаем. И пьем чай, кстати, девушки. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот, дорогие друзья, вот где еще, кроме как на «Добром вечере» можно послушать такую музыку? Ростислав Бондарев, Юрий Одинцов, Юлия Скрипкина у нас в гостях сегодня. А, кстати, Юлия, а вам вообще говорили, что у вас такая фамилия слишком музыкальная. Мне кажется... Знаете, не раз. Такой фамилия вот как раз преподавать, наверное, вокал. Вы же вокал преподаете? Вы подаватель по вокалу. И я знаю еще, что вы открыли собственную музыкальную студию, где обучаете детей музыке. Да, в сентябре 2017 года, совсем недавно у нас в городе открылась первая частная музыкальная школа. Мы ее называем современной студией музыкального обучения «Браво». Значит, там занимаются и дети, и взрослые, да, в отличие от обычных школ наших музыкальных государств, там могут заниматься и взрослые. Детки с четырех лет мы берем. Вот активно приходят детки заниматься музыкой? Да, знаете, активно, даже очень. Вот, взрослые могут исполнить свою мечту, например, давнюю, с детства. Там многие хотят научиться играть на инструменте или петь. У нас есть такие направления, как вокал, джазовый, естественно, эстрадный, роковый, вокал-гитара, акустическая, электрогитара, барабаны, клавишные инструменты, это синтезаторы, фортепиано. Спасибо, Юля, спасибо большое. Вот я хочу задать вопрос Юрию Ивановичу. Вот во все времена, Юрий Иванович, был очень популярен образ парня с гитарой. А вот можно ли сейчас стать модным парнем с саксофоном? Как вы считаете? Еще как. Вот я думаю, тоже. Вы знаете, кстати, Анастасия, если я правильно понимаю, уже приготовила чай и приглашает попробовать чай с травами и медом. Ребят, пожалуйста, Людмила, угощайтесь. Да, мы добавили мед, конечно, немножко не дождались, чтобы наша водичка остыла, но все же. Как же без меда? Я Ростиславу и пришел, отлично. Тогда я Юрию Ивановичу подам. Вы со своей чашкой. Попробуйте, пожалуйста, пригубите, понюхайте, оцените. Ромаш, успокаивай это решение. Я сразу засну. Дорогие друзья, я просто хочу сказать, что на Беларусь 4 прямой эфир. И вы знаете, я думаю, что сегодня все участники вот сегодняшнего доброго вечера, они будут спать крепким сном после вот такого вот чая. Просто уверена, что наши зрители, они вот последуют сегодня нашему примеру и прямо сейчас уже заваривают этот волшебный напиток. Кстати, чай-музыка это, да, не единственные секреты хорошего сна, об этом дали в программе. Повторим рецепт. Итак. Повторим рецепт. И танцы тоже будут. Итак, рецепт чая. На хорошую кружку мы ложим одну ложечку мяты, пол ложки ромашки и столовую ложку, чайную ложку меда. Я думаю, мы, вот, отлично. Мы назвали этот чай «Нежный сон», дорогие друзья. Отлично. Вот, эти ингредиенты найдутся в каждом доме, поэтому вот прямо сейчас заваривайте и продолжайте смотреть нашу программу. Хочу обратить внимание на сообщение Инны, которая написала, что для хорошего сна нужна мягкая кровать и любимая подушка. Инна, вы знаете, вот ваше замечание прямо сейчас окажется среди рецептов здорового сна нашей программы. Действительно, подушка, как мы про нее забыли. Согласны? Итак, подушка. Знаете, на самом деле, шить подушку своими руками, мне кажется, об этом мечтает или задумывается хотя бы раз в своей жизни каждая женщина. Поэтому сразу после рекламы мы попробуем в этой студии освоить это непростое ремесло. Дорогие друзья, подушка. Вы знаете, вот этот предмет, он ведь сопровождает человека много-много тысяч лет. И, кстати, знаете ли вы, что первые подушки, они на самом деле были не такие мягкие, они были деревянные. Это были такие изогнутые дощечки на подставке, и их нашли в древнеегипетских пирамидах. Выглядели они вот приблизительно так, вот как сейчас на экране. Ну а сегодня подушка для сна бывает, точнее не только для сна, но она бывает декоративная, она бывает автомобильная, даже офисная. Вы знаете, сейчас в нашей студии появится гостья, которая шьет подушки своими руками и готова поделиться своим мастерством с вами, дорогие друзья. Я хочу пригласить в студию рукодельницы Лариса Николаевна Короткевич. Добрый вечер, Лариса Николаевна. Мы вас приветствуем в нашей студии. Лариса Николаевна, ну, во-первых, может быть, чайку? С удовольствием. Мы нальем чайку? Уже? Мы уже налили. Уже налили и приготовили. Это для вас, попробуйте. Это для крепкого сна по нашим специальным рецептам. Ну, а теперь расскажите, вот эти подушки, которые сегодня присутствуют на нашем диване в студии, это подушки, сшитые все вашими руками? Серьезно? Да. Аплодисменты, дорогие друзья. Это на самом деле произведение искусства. Я хочу, да, чтобы вот мы сейчас это показали. А готовы ли вы что-нибудь из этой красоты подарить сегодня нашим зрителям? Я вот накануне сшила маленькую подушечку в стиле, который недавно для себя открыла, называется пэтчворк пицца. Так. Она шьется практически из мусора. То есть, ты хотите сказать, это мусор? Да. Вот, например, вот я когда шью, остаются какие-то лоскутки, ниточки, ничего не выбрасываю, в корзиночку складываю. То, что всегда обычно выбрасываю. Потом, когда накапливается определенное количество, я из него делаю вот такие вот... А покажите, пожалуйста, вот нашему оператору вот эти кусочки, вот, чтобы было заметно, что это действительно из кусочков, которые остаются после шельсия. Вот даже я вижу это. Ниточки можно все, это можно даже вот, ну вот, все что угодно, пряжу можно положить. Даже вот у людей много вот старых вещей, которые жалко выбросить, но хранят. Их можно порезать и сделать. Это очень увлекательно. И вот даже выкладывать эти лоскуты, и то интересно. Ну, выглядит удивительно. Вот то, что вы держите в руках, это чехол для подушки, все верно? Да, она на замочке, ее можно снять, постирать и опять надеть на подушку. Ну, на подушке не только приятно спать, на ней, в принципе, да, можно жить. Хорошо, про подарок нашим зрителям. Так, вот такой маленький подарок. Кто его сегодня получит? Сегодня его получит тот, кто ответит раньше всех на такой, думаю, несложный вопрос. Откуда взялось название подушка? Итак, дорогие друзья, откуда взялось название подушка? Если вы знаете ответ, и тем более, если не знаете, но у вас есть какой-то вариант, звоните по телефону в нашу студию 34 22 43, и вы получите удивительное произведение искусств. Подушка, сделанная собственными руками нашей гости, Ларисы Николаевны. На самом деле вопрос такой, мне кажется, простой, да, что вот я прям готова на него ответить, но подождем все-таки наших зрителей. Ну, Лариса Николаевна, расскажите, а почему вдруг подушки? Откуда вообще такое увлечение у вас появилось? Ну, оно не сразу появилось. Я много чем увлекаюсь. У меня вообще... Пробовала очень разные виды творчества. Перечислять не буду, их много, все пригодились. Но как-то что-то прижилось, а что-то не прижилось. А подушки прижились. А почему? Ну, потому что, во-первых... Во-первых, очень хорошо получается у вас. Это такой очень быстрый способ... Использовать старые вещи? Не использовать старые вещи, а воплотить какую-то идею. Например, если вот я шью пальто, это будет долго. Или я сейчас вот шью лоскутное одеяло. Это тоже красиво, но это долго. А хочется еще чего-то быстро. А... И тогда вот идеи, много очень идей, и рождаются вот у меня такие вот... Замечательные. Действительно, произведение искусства. Согласны, дорогие друзья? Наши зрители аж засмотрелись. АПЛОДИСМЕНТЫ И к тому же это как бы возвращение в детство. Такая маленькая сказка. Маленькая сказка. И дети очень любят эти подушки. Кстати, вот детей очень сложно уложить спать, это многие знают. Но с такими подушками они с удовольствием спать ложатся. И даже вот знакомые говорили, что даже если ложатся и подушек нет, то кричат, где моя подушка. И с ней с удовольствием засыпают. Ну что ж... Даже это хорошее слово для сна. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок. Будем надеяться, что это правильный ответ на вопрос. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Наталья. Квечнен студии. Здравствуйте, Герасим. Мы вас узнали. Ответа я не знаю. Подушка-лягушка что-то. Я не знаю ответа. Как вы не знаете? Почему подушка назвала? Подумайте. Подушка. Ну, я не знаю. Я когда продумаю, я вам перезвоню. Сейчас хочу подарить вам небольшое счетворение. Слушай. На вашу тему. Сон. Приснился мне здоровый сон. Слушал я любимый джаз. Был я молод и влюблен в Эдди Рознера как раз. Я проснулся очень рано. Полон сил и вдохновения. И скажу вам без обмана. Сон здоровый, без сомнений. Самый лучший лекарь на земле. Так что спите на здоровье. И пусть приснится вам во сне джаз, придуманный любовью. Ой, ну замечательно. Герасим. Герасим, вы знаете, мы благодарны вам за ваши звонки и за ваши удивительные стихи. Очень жаль, что вы не попытались ответить на вопрос нашего конкурса. Дорогие друзья, напоминаю, почему подушка так называется? 34 22 43. Звоните, пожалуйста. Какой-нибудь вариант ответа скажите. Мне кажется, он обязательно будет правильным. Ну, а давайте еще раз покажем, что получит автор правильного ответа. Это вот такая вот современная подушка, сделанная в уникальной технике. Пэтчворк. Пицца. Вот так вот, пицца. Вот, поэтому звоните 34 22 43. Лариса Николаевна, автор этой подушки. Скажите, пожалуйста, а чем вы их наполняете, вот такие подушки? Это что, синтепон какой-то? Это такой, не знаю, специальный наполнитель продается. Специальный наполнитель для подушки, понятно. А сколько у вас в доме подушек, вы считали? Мне кажется... Как ни странно, у меня самой вот три штучки всего лишь. А так... А где все остальные вы раздаваете? Дарю, иногда продаю. Проблем с подарками нету, потому что всегда есть что-то такое, что можно подарить. Юль, захотелось попробовать такую подушку смастерить самой? Честно говоря, я об этом думала, но у меня руки не с того сделаны, с чего сделаны. Что-то неправда. Я так думаю, вот такую даже тот, кто не умеет, сделает. Ну, хорошо, а вот с чего это начинать нужно? Наверное, найти лоскутки, да, и придумать, что из этого можно сделать. Ну, я так думаю, что порезать у всех найдется на лоскутки. Там берется какая-то лоскутка, не для основы, желательно хлопок, потому что он форму держит. Тоненький слой синтепона, а потом вот это все выкладывается, насыпается. Ну, если у фантазии есть, можно узоры выложить какие-то, это будет еще красивее. Но даже так просто укладывать, так, чтобы синтепона не было видно. Потом все это накрывается органзой, можно мелкой сеточкой. Органза, я думаю, что так украшает? Органза, но если уже, может быть, тюль какой-то старый у кого-то в занавеске лежат, без дела, можно кусочек вырезать, тоже можно сюда. Спасибо. И потом все это сметать и простегать любой строчкой, хоть квадратиком, хоть полосочку, хоть зигзагом, как угодно. И вот такая красота, дорогие друзья, да, будет украшать ваш дом и дома ваших друзей. Спасибо большое, Лариса Николаевна. Мне подсказывают, что у нас есть электронный звонок и, наверное, правильный ответ. Будем очень надеяться. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Ирина. Ирина, скажите, знаете ли вы, почему подушка так называется? Ну, знаю, это можно сказать громко слишком. Догадывай. Мне кажется, что я, если разделить вот это слово на части, то ответ будет под ушко. Ну, сейчас узнаем, правильно? Совершенно верно. Ну что же, Ирина получает подушку под ушко. Она получает, да, подушку в подарок. Спасибо. Всем всего самого доброго. Ну, вы знаете, спасибо вам большое за звонок. Мне кажется, это стало удивлением и открытием для наших музыкантов. А вы думали, это что-то такое очень-очень скучное? Я думал грандиозное, не думал, что такое. А все оказывается вот так вот просто. Вы знаете, я хотела бы зачитать несколько сообщений, которые приходят сегодня на наш программ. Вот, например, друг нашей программы «Добрый вечер Гомелю» Вячеслав Корса привет передает своим коллегам. Это вам, я так понимаю. Наверное, и нам, да? Наверное, и нам тоже. И говорит, что крепкий сон начинается тогда, когда заканчиваются вообще мысли как таковые. И тогда хоть из пушки стреляй, но не разбудить. Вячеслав, спасибо большое. Эти аплодисменты, да. Спасибо большое за такое мнение. И я вот хочу спросить у нашей гости, Ларисы Николаевны. Мне кажется, раз вы занимаетесь, у вас такое удивительное хобби, такое увлечение, то у вас вообще не должно быть проблем со сном. Нет. Нету? Счастливый человек. И все-таки, наверняка у вас есть какой-то секрет, как быстро заснуть и легко проснуться, который может дополнить наш сегодняшний список секретов здорового сна. Это творчество. Творчество. Замечательно. Итак, творчество. Дорогие друзья, вот вы знаете, хотелось бы еще раз зачитать советы доброго вечера. Если у вас проблемы со сном, просто сегодня всемирный день сна для тех, кто только что включил нашу программу. И вы не знаете, как поступить. Воспользуйтесь советами нашей программы. Наши сегодняшние гости предлагают использовать джаз, пустую голову, то есть голова должна быть без мыслей, тело без напряжения, эмоции на замке. Обязательно выпейте травяной чай на ночь, только именно травяной. Окружите себя приятными ароматами. Ну, у вас должна быть любимая подушка, можно несколько. И, конечно же, творчество. Какие-то мысли о творчестве и занятия творчеством, вот как считают наши гости, конечно же, поможет вам спать. Дорогие друзья, мы очень надеемся, что советы нашей программы помогут вам сегодня ночью выспаться. Ну, а джаз сделает этот вечер просто незабываемым. Ростислав, не спите. Какой композиции? Закончим нашу программу. Черный орфей. Черный орфей. Философская. Философская. Вы думаете, это вот именно то, что сейчас надо для того, чтобы закончить этот замечательный, душевный, прекрасный добрый вечер? Не знаю, как и закончить, но обозначить. Продолжить, в крайней мере, продолжить. Аплодисменты. 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok